Центральная площадь Владивостока. Двуглава Орел с 2010 года на монументе «Город воинской славы», а рядом он же, только уже вверх ногами на памятники борцам за власть Советов. Когда его строили полвека назад, статьи за надругательство над государственным символом Российской Федерации еще не было. Да и сейчас революционных солдат по ней не посадишь. Они же памятник. Надо или изъять Орла, или перенести памятник в другое место. С такой идеей выступил депутат Городской Думы от «Единой России» Александр Приходько. Я обратился с заявлением в Комитет по местному самоправлению законности и правопорядку, чтобы рассмотреть вопрос по поводу соответствия данного памятника законодательству Российской Федерации. Потому как, на мой взгляд, когда мы видим на стеле людей, которые топчат наш герб Российской Федерации, это явное нарушение законодательства сегодняшнего, за это предусмотрена уголовная ответственность. И когда мы, как мы можем говорить о патриотизме и поднятии именно духа патриотического, когда, извините, дети говорят, о каком гербе вы говорите, о каком флаге, когда людям, которые топчат наш герб, установлен памятник на центральной площади. Вслед за депутатской инициативой левые активисты из тех, кто считает, что КПРФ и «Единая Россия» – это продажные девки капитализма, провели пикет в защиту целостности памятника. Около 30 советских людей требовали прекратить разжигание ненависти к советскому прошлому. Памятник, вообще-то, это именно памятник. В тот момент, когда его здесь изготавливали и устанавливали, такого закона, который запрещал бы над ругательством над данным символом, его не было. Сейчас Приходько собирается сделать то же самое, за что, в принципе, власти наши официальные постоянно ругали большевиков, что они там сносили храмы, сносили памятники исторические. То есть это было такое время, когда его установили. И этот памятник именно отражает это время. В новейшей российской истории есть прецеденты, когда памятники большевистским вождям по решению местных властей демонтировали. Однако памятнику федерального значения это пока не грозит. Все его элементы, в том числе и поверженный орел, охраняются государством. В советское время считалось, что надругательство над российским гербом – это в порядке вещей. Революционеры скидывают с постамента символ не только самодержавия, но и государственности, как таковой. Монументы сейчас считаются главным в городе. И, с одной стороны, нынешняя власть охраняет памятник ненавистникам российского герба, а с другой – она же вводит уголовную статью за надругательство над гербом. И похоже, что без честных попыток разобраться, кем же были герои советской эпохи, это противоречия не разрешишь. Евгений Апарин, Стас Лазебный. Новости на Восьмом.